Еще недавно слова национальной идеи и национальная идентичность вызывали усмешку. Сегодня мы говорим об этом всерьез. Чтобы начать уважать себя, нужно научиться гордиться своей страной, в том числе и малой родиной. Ямальцам в этом смысле повезло. Холодный север сплотил тех, кто его осваивал, и тех, кто тысячелетиями жил на этой земле. Теплые слова колыбельной летят над Тунгрой. Мяхим хом стелятся в чуме, обволакивают теплом в газовой столице. Люлька, в которой по очереди вырастали 10 братьев и сестер, служит поныне. Дети сестры Елены Рахимовой качают в ней своих малышей и поют колыбельные на родном языке. Колыбель для Елены не просто уютный предмет из прошлого. Символ преемственности поколений. При опрокидывании оно обратно же на место станет. Это типа как Ванька Станька. Это очень тоже именно в условиях качевого образа жизни. Она торопится рассказать, что выйдя замуж за татарина, всегда говорила своим детям о том, что в них соединилась кровь двух народов. Продолжая традиции родительских национальностей, старшие сыновья так и женились. Один на ненке, другой на татарке. Смешанные семьи на Ямале не редкость. В пору бурного освоения севера здесь собрались представители всех народов Советского Союза. Да и сегодня в этом отношении изменилось немногое. Георгина, только осторожно, не переверни, ладно? Это гренки, да. Гренки с салом по-украински. С отцивис мамалыга, сыр, лимонад и вино – привет от солнечной Грузии. Павел и Кэти родились в Новом Ренгое. Поэтому с улыбкой называют себя коренными ямальскими жителями. Но и связи с родными, которые теперь живут за границей, не утратили. Мы ездим каждый год и в Грузию, нас хорошо принимают от застолья к застолью, так сказать, и на Украину. То есть у нас всегда отпуск поделен. Часть на Украине, часть на Грузии. В этой многонациональной семье первый то за столом всегда поднимают за дружбу народов. За годы семейной жизни оба супруга значительно продвинулись в познании языков и поняли основное. Главное – не национальность, а сам человек. И, конечно, уважение к тем, кто рядом. Я проезжаю на вахту и выезжаю на вахту, я вижу, что тут отношения более-менее нормальные. Я с Украиной товарищ, у нас там очень тяжелое положение. А здесь я смотрю, так тихо вроде, спокойно. Я не видел конфликта, чтобы междунациональными все были. В принципе, нормально все. У меня очень много друзей русских, и азербайджанцев, и армян, и грузинов. Так что чеченцы. Абсолютно адекватные, нормальные, позитивные отношения. На обывательском уровне, по-моему, бесконфликтное. В принципе, что нам делить? Нормально, спокойно относимся друг к другу. Делить нечего. Как говорится, не лезь в чужой монастырь со своим уставом. Все будет отлично. Вот и в Надыме умеют дружить народами. Это я делаю плацинды. Меня их научила делать моя свекровь. Это молдавские пирожки, такие же, как и наши обычные пирожки. Но они делаются с брынзой зачастую. Может быть, сюда идти абсолютно любая начинка. Людмила, Галина и Рима дружат уже несколько десятков лет. Их дети, можно сказать, выросли вместе. Две украинки и татара-башкирка. Каждый раз, когда подружки собираются вместе, не только богатый стол, но и обсуждение совместных праздников, которые они проводят на Дымском центре национальных культур. Пропаганда культур разных народов. И вот эти дни города, вот эти столы, вот это все объединяющее. Вот это все настолько по-доброму. Традиции разные, но это не значит, что они не могут существовать вместе. На Ямале удивительным образом пропадают все национальные различия. Это край, где всегда найдется место для культуры каждого народа, на ней живущего. Отсюда богатство столов и яркость, меняющих друг друга национальных коллективов. Из интересующихся друг другом разных культур вырастает новая, живая, многообразная и привлекательная культура Ямала.